Привет, друзья! Меня зовут Мила Брандт, и вы смотрите канал Brandschule, посвященный изучению немецкого языка. Ставьте лайк этому видео, если они вам полезны, и делитесь с друзьями, кто изучает немецкий язык. Сразу хочу анонсировать марафон Deutsch mit Spaß, немецкий с удовольствием, чтобы никто из вас не пропустил, кто в прошлый раз хотел участвовать и опоздал на регистрацию. Итак, 1 октября 2020 года стартует наш марафон по немецкому языку, где на протяжении 15 дней ежедневно вы будете получать и выполнять маленькие, но эффективные задания. И сможете прокачать, освежить ваш немецкий и получать от меня обратную связь, ответы на ваши вопросы, поддержку и вдохновение каждый день. Стоимость участия 1 день 1 евро. То есть всего 15 евро за 15 дней марафона за базовый пакет участия. И для тех, кто хочет получить максимум и участвовать в разговорных занятиях 25 евро. Если вы хотите участвовать в марафоне, обязательно оставьте вашу заявочку. Ссылка будет под этим видео. И увидимся в марафоне Deutsch mit Spaß. А сегодняшнее видео будет посвящено немецким словам, которых нет в русском языке. Точнее сказать, им нет точных аналогов не только в русском, а вообще ни в каком языке. Я надеюсь, вам понравится это видео. Лос гейтс! Итак, первое слово на сегодня – Feierabend. В конце обычного рабочего дня немцы желают друг другу einen schönen Feierabend. Einen schönen Feierabend. Это может показаться странным, потому что дословно слово Feier означает празднование, вечеринка, праздник. Однако в данном случае совсем не имеется в виду, что коллега после работы пойдет веселиться и устроит вечеринку. Под праздничным вечером немцы понимают самый обычный вечер. И фраза Ich habe Feierabend означает, что человек сейчас или несколько часов назад закончил работу и отдыхает. Или собирается отдыхать. Более того, это не обязательно должен быть вечер. Это может быть с утра после ночного дежурства. Как пример давайте рассмотрим такое предложение. Ум ахтцин ур махе их Feierabend. Солен ви вас унтернемен? Я повторю для вас. Ум ахтцин ур махе их Feierabend. Солен ви вас унтернемен? Восемнадцать часов заканчивается мой рабочий день. Может, что-то организуем? Может быть, нам что-то предпринять? Солен ви вас унтернемен? Второе слово на сегодня это Feierabend. Дословно это слово переводится как расстояние и боль. Однако значение имеет другое. Это тоска по странствиям и путешествиям. В отличие от тоски по родине, что по-немецки переводится как Heimweh, Feierabend – это острое желание побывать в новых местах, отправиться в путешествия, в странствия. Знаете, это то ощущение, когда вы сидите в офисе, а душа тоскует по путешествиям в далекие земли. Или хотя бы в Германию. Вот это и есть Fernweh. Fernweh. Произносите обязательно каждое слово вместе со мной. Как пример рассмотрим такое предложение. Я рассматриваю фотографии из отпуска и снова тоскую по путешествиям, по странствиям. Третье слово на сегодня, без которого невозможно представить немецкую культуру и менталитет, и немца – это Tami. Tami – это такая встреча с кем-либо, которую вы назначаете в определенный день и время. Можно перевести как запись. Это может быть запись к врачу, в администрацию, даже поход в кафе с другом подходит под это определение. Немцы имеют особую любовь к планированию, встречи могут назначаться даже за полгода или год вперед. Поэтому Tami – очень важное слово в жизни каждого немца и того человека, кто живет в Германии. Например, представим ситуацию, что вы хотите записаться к врачу и звоните, чтобы назначить определенный день и время. Вы скажете Ich möchte gerne einen Termin vereinbaren. Ich möchte gerne – я хотел бы охотно – einen Termin vereinbaren. Vereinbaren – это записаться или назначить термин. То есть я хотел бы или хотела бы записаться на прием. Четвертое слово на сегодня, уникальное, которого вы не найдете в русском языке – Fäschlin besserung. Fäschlin besserung – это глагол или Fäschlin besserung – как существительное. Слово, которое просто невозможно перевести на русский язык. Знакома вам ситуация, когда мы пытаемся сделать что-то или решить какую-то проблему, прилагаем неимоверные усилия, чтобы улучшить положение, разрешить вопрос, а все только становится хуже. Хочешь как лучше, а получается как всегда. Часто говорят в русском языке. Вот это и есть Fäschlin besserung, что можно перевести как улучшая, ухудшить. Fäschlin besserung. Слово состоит из приставки Fä и частей Schlimmer – плохой и Besser – лучше. Хотя его нет в словаре, оно вполне закрепилось в немецком разговорном языке. Как пример рассмотрим следующие предложения. Ich wollte das Problem lösen, aber das führte nur zur Fäschlin besserung. Давайте медленно этот пример. Ich wollte das Problem lösen, aber das führte nur zur Fäschlin besserung. Я хотел решить проблему, но это привело только к ухудшению ситуации. Обязательно выписывайте каждое слово, запоминайте и попробуйте придумать ваш пример. Следующее, пятое слово сегодня Schein heilig. Schein heilig. Слово состоит из глагола scheinen, что переводится как казаться, и наречие heilig – святой. Heilig. Так в немецком языке можно описать человека, который кажется святым, но таким на самом деле не является. Наверное, в русском языке такого человека мы бы назвали святошей. Как пример, можно взять немецкий фразеологизм. Либо ein ährlicher Teufel als ein schein heiliger Engel. Давайте медленно. Либо ein ährlicher Teufel, что в переводе означает лучший, честный дьявол, ein ährlicher Teufel als ein schein heiliger Engel. Чем кажущийся святым ангел. Надеюсь, вам понятны эти слова и их значения. Если останутся какие-то вопросы или ваше видение, напишите ниже в комментариях. А шестое слово на сегодня Это весёлое слово используется только в разговорной речи. Состоит оно из двух слов. Шпасс – удовольствие. Наш марафон, кстати, называется Deutsch mit Spaß. Немецкий – с удовольствием. И второе слово – тормоза. Необычное сочетание, неправда. В немецком так называют человека, который препятствует другим веселиться и шутить. Как пример, представим ситуацию, что вы хотите пойти с подругой на ярмарку. Вот только подруге вашей становится плохо на каруселях. Но ей неудобно отказать вам, потому что в таком случае она была бы Spaßbremse. Та, которая препятствует удовольствию, веселью. Spaßbremse. И давайте посмотрим на примере. Doch, wir gehen auf den Markt. Ich will keine Spaßbremse sein. Doch, все же, wir gehen auf den Markt. Мы пойдем на ярмарку. Ich will keine Spaßbremse sein. Я не хочу препятствовать развлечению. Я не хочу быть тормозом для развлечения. Spaßbremse. И последнее уникальное слово в немецком языке, которого нет аналога в русском. Kumarspäck. Kumarspäck. Вам знакомо состояние, когда человек без меры начинает есть все, что попадается под руку, стараясь как будто бы заесть свою депрессию или свое плохое настроение? По-немецки это описывается просто одним словом. Kumarspäck. Kumarspäck, то есть это килограммы или лишний вес, набранные из-за страданий, например, после разрыва отношений. Дословно это переводится как сало страданий. Kumarspäck это страдания, заботы, беспокойства, а шпäck это сало. Так что лучше kein Kumarspäck haben. Как пример, давайте рассмотрим предложение. Nach dem Dauersträß hat er so viel Kumarspäck bekommen. Nach dem Dauersträß, после продолжительного стресса, hat er so viel Kumarspäck bekommen. Он так сильно поправился. Он набрал вот этого сала от своих страданий, от своих забот, как, например, некоторые люди, которые сидят дома на карантине, также много кушали, не знали, чем себя занять и могли набрать Kumarspäck, лишний килограмм. Вот и всё на сегодня. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях, какие новые слова вы для себя услышали сегодня, какие вам нравятся уникальные слова в немецком языке, которым нет аналога в русском. Я желаю вам keinen Stress und keinen Kumarspäck haben. Я желаю вам никакого стресса и никаких лишних килограмм от страданий. Подписывайтесь на канал Brandschunde и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. С вами была Нила Brandt. Ich mache Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!